26 декабря 2012 года определением Священного Синода Русской Православной Церкви был установлен второй день празднования памяти святых благоверных князей Петра и Феврони Муромских Чудотворцев. Этот день теперь будет приходиться на первое воскресенье, предшествующее 19 сентября. 19 сентября и раньше местно праздновалось в связи с перенесением мощей Петра и Феврони Муромских Чудотворцев из Благовещенского мужского монастыря в Свято-Троицкий женский монастырь, которое состоялось в 1992 году. К этому дню специально была написана молитва. К этому дню особо синодом была разработана молитва, в которой за Божественной Литургией по окончании мы будем молиться о том, чтобы Господь даровал нашему Отечеству умножение любви, мир в семье, супружескую верность, сохранение нашего юного возрастающего поколения в целомудрие до вступления в брак и помощи тем, кто готовится вступить на путь семейной, супружеской жизни. Второй официальный общецерковный день поминовения святых Петра и Феврони Муромских будет праздноваться 15 сентября, то есть предстоящее воскресенье. Мы попросили рассказать Отца Сергея о предстоящих двухдневных торжествах и благослужениях в честь Святой Княжеской Читы. Богослужения и все праздничные и торжественные события будут продолжаться два дня. 14 сентября в субботу в 14 часов в Свято-Троицком женском монастыре собором духовенства всего Муромского округа будет отслужено малое вечернее с акафистом у мощей святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских чудотворцев, а в 17 часов там же в Свято-Троицком женском монастыре будет отслужено всеночное бдение. Первый день празднования этих торжественных событий возглавят пять архиереев Русской Православной Церкви во главе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом. В самый день праздника, 15 сентября, Божественная Литургия во всех, без исключения, храмах нашего города начнется в 7 часов утра, а в это самое время в 7 часов 30 минут в Свято-Вознесенском кафедральном соборе будут освящаться два предела в честь Средней Владимирской иконы Божьей Матери и святых благоверных князей Петра и Февронии. Затем по окончании Божественной Литурги в приходских храмах все духовенство и все прихожане города Мурома соберутся на молебен святым благоверным князьям, который будет отслужен в Свято-Троицком женском монастыре в 8 часов утра 30 минут. И затем в 9 часов утра крестный ход, который соберет всех православных христиан нашего города и паломников, которые приедут на это долгожданное для православных событие, выдвинется из Свято-Троицкого женского монастыря в Свято-Вознесенский кафедральный собор, что на улице Московской. И в 9 часов утра там будет отслужена Божественная Литургия, которую возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотургский Кирилл. По окончании Божественной Литургии в 13 часов на Троицкой площади Женского Свято-Троицкого монастыря у памятника святым благоверным князьям Петру и Февронии состоится праздничный концерт, в котором примут участие учащиеся гимназии преподобного Ильи Муромца, а также девочки из приюта Свято-Троицкого женского монастыря. Гостями праздника станут и воины из Свято-Смоленской пустыни города Александрово. Всех православных христиан мы приглашаем посетить это празднование, эти богослужения, потому что это впервые. Это для того, чтобы в этот день люди могли повенчаться, приехать в город, потому что предыдущие празднования приходилось на Петров пост, и венчания не разрешены церковью, постом. А здесь можно будет ежегодно именно с этим днем связать свою будущую семейную жизнь и непосредственно в День покровителей любви, семьи, верности наших муромских благоверных князей сочетаться браком и совершить над этими супругами таинство венчания. Галина Воробьева, Николай Молоденов, Новости 24, Муром.